В Читу на поезде дружбы японская делегация прибыла в рамках глобального путешествия, которое началось во Владивостоке. Это самое большое количество гостей из страны восходящего солнца в краевой столице, отмечает ректор Забайкальского государственного университета Сергей Иванов. Это год России в Японии, Японии в России. И есть такая новая форма, так называемый поезд дружбы. Это молодежный обмен, то есть японские студенты, большая делегация, в количестве порядка 25 человек, едет от Владивостока, останется в разных городах. И в том числе впервые едет до Иркутска этот поезд, и в том числе впервые остановится у нас здесь в городе Чите. Консул Японии, который сопровождает студентов, сделал особый акцент на культуре страны восходящего солнца. Именно для того, чтобы показать ее многогранность, делегация и решила совершить это путешествие. Наши государства находятся географически близко, но между тем пока что потенциал дружбы не раскрыт в полную силу. И благодаря вот такого рода культурным мероприятиям мы хотели бы объединить наши народы, сделать их дружбу еще крепче, чтобы через культурные мероприятия смогли лучше друг друга узнать и познакомиться друг с другом. И благодаря этому мероприятию японцы смогут лучше узнать Читу из-за Байкали, потому как этот район недостаточно хорошо известен в Японии. Настоящими звездами концерта обещают стать представители японской косплей-культуры. Их образы в точности повторяют внешность любимых большинством японцев аниме-персонажей. Помимо концерта гости обсудят с руководством ЗАБГУ развитие бизнеса и предпринимательства двух стран. В Чите делегация пробудет всего один день. Уже сегодня вечером они отправятся в Улан-Удэ. Консул Японии отметил, что несмотря на то, что наши страны находятся совсем недалеко друг от друга, очень интересно открывать все новые и новые грани культур и быта соседей. Полина Харченко, Дмитрий Пенигин. Время новостей. Время новостей. Время новостей. Время новостей. Продолжение следует... Время новостей.